Сразу две волейбольные команды области начали новый сезон. Если новокубежский Октан, дебютант высшей лиги России, только завтра вступает в борьбу на первом этапе в Ярославле, то волейболистки самарского клуба ЦСКА ВВС «Искра» уже сыграли первый тур в Екатеринбурге и довольно успешно. На их счету четыре победы в шести встречах. Накануне отъезда самарские волейболистки встречались с журналистами. Ну этот состав уже играет практически два года, то он играет. Ну и опять же, начиная со второй части вопрос финансовый вопрос, сейчас утрясены все. То есть стабильная заработная плата вовремя. Я себе говорю спасибо руководству ЦСКА ВВС. Ну а как попадем в суперлюгу? Мы на это все надеемся. Задача стоит только эта. И поставлена руководством команды только эта единая задача. Трудно будет, я прямо скажу. Мы никем не усилились. Основной упор или основная надежда, на что мы рассчитываем, это то, что игроки почувствовали к себе совсем другое отношение. Ну а если не попадете в суперлюгу, вас, наверное, разжало до рядового. Ну это не хотелось, не то, что не хотелось бы думать, этого бы не хотелось, но мы люди военные, мы обязаны подчиняться приказу. Два года назад самарская волейбольная команда «Автомобилист» сменила не только место прописки, но и название. В нынешнем сезоне Новокуйбышевский «Октан» дебютирует в высшей лиге российского волейбола. Какую задачу поставили вам перед дебютантами от высшей лиги руководства завода, руководства команды? Ну задача эта была, она в первую очередь при создании команды, она заключается в следующем. Это первое, наперво, это чтобы были как можно больше внимания выделять местным игрокам, воспитанникам местных детских спортивных школ и на основе вот этой базы создавать свою команду. Практически так оно в общем-то у нас и сложилось. За исключением того, то что мы пригласили молодых, никому неизвестных игроков из города Алматы. Практически сплав вот школы местной и приехать игроков получилась в общем-то хорошая, самобытная, перспективная команда, которая мы уже ставим. Руководство нам это не ставит. Нам ставит в основном руководство пропаганда и привлечение своих воспитанников в эту команду. А мы, откровенно говоря, на собрании команды, обсудив все это дело, взвесив свои возможности и возможности наших конкурентов, мы ставим задачу попасть в тройку. В нынешнем сезоне попасть в тройку. В своей подгруппе, что дает право продолжать борьбу за переходных игр в Суперлигу. Ну а команду Новокуйбышевского «Октана» мы увидим у себя со 2 по 8 ноября в Сызрани. Здесь пройдет второй тур чемпионата России в высшей лиге.